друзья всем привет ну как обещала я вам показываю сегодня обзором те растения которые я получила за несколько этапов ну то есть в нескольких посылках они были вот и немножечко пробегусь по ним и расскажу кто есть кто хотя тут многие сп поэтому кто есть кто я вам наверное не скажу вот это крайне сиреневая такой пухлячок ну похож знаете похож она на тирамису но пришла она как как спм жирненькая такая налет у нее плотные листья жирные но вообще красавица вот это рядом с ней это их верия суйон у меня есть суйон кустовой формы вот это вот я надеюсь возможно будет обычной не кустовая но если она начнет куститься если я увижу там какие-то признаки у нее взращивание детей сбоку потому что суйон куститься именно так то есть она растет растет потом у нее начинают из-под каждого листа вот здесь ну как у кустарника пробиваться здесь почки и они потом растут растут розетка вот это мельчает со временем она превращается в ствол и получается вот такой бонсайчик в общем если она будет у меня вот так творить чудеса кустовые то я ее буду продавать потому что 2 суйон мне не нужны я также могу с успехом отрезать голову от своей суйон от кустовой и также взращивать ну вообще вот так смотришь красавица вот это все корейцы все растения вот эти они корейские ну вот дело в том что у девушки у которой они росли адаптированная корея уже здесь почти что все они с корнями у девушки у которой они росли у нее лампа 35 ватт меня 18 то есть я уверена ну на сто процентов даже уверена что вот такой цвет он вскоре после того как она примется цвет этот исчезнет но у меня тоже моя блины не достала забыла забыла хотела принести вам показать мою суйон не полезу мне что-то очень лень может быть фотку вставлю моя она тоже яркая но не такая моя как-то больше знаете в розовый что ли уходит она моя даже наверное ярче это краснее вот это больше кровяного такого оттенка моя больше малинового так дальше дальше вот этой хивере когда я ее смотрела по фотографии она мне показалось вообще какой-то там нереальной незнакомкой когда я ее увидела вживую я так понимаю что такая красота у меня уже растет это эхивере сноу квинт вот примется порастет если она действительно будет сноу квинт то какой-нибудь я продам либо эту либо свою потому что ну две сноу квинт мне тоже не нужны шла она как сп и вот на фотографии но у меня смутил ее окрас то есть вот моя сноу квинт вот такого яркого цвета не было никогда моя сноу квинт ставлю фотку какая у меня сноу квинт ну примерно вот такого оттенка чуть порозовее понежней вот а вот такой вот яркий цвет она у меня никогда не приобретала но опять же я повторяю что у девушки 35 ватт лампы так это эхиверия лингваз вот такой бородавчатый красотунчик жирненький все не вяленькие когда примутся надеюсь листики расправятся тургор наберется и они уже будут выглядеть по другому хотя вот в таком варианте они мне тоже очень нравится вот это эхиверия тоже была сп но я так понимаю что это я себе купила еще один аналог вот понимаете вот то что нравится то что любишь и высматриваешь их где-нибудь еще и пытаешься найти в них что-то другое что-то особенное но в итоге получается то что вот это вот любовь к определенным видом но она просто ее она просто неизменная сейчас покажу вам свою это я так понимаю эхиверия агавоиде срубра вот выходит что у меня еще одна повторялка вот моя агавоиде срубра цвет такой у нее вот она знаете на камеру ярко-красного оттенка на самом деле она малинового и вот как у всех агавоидных структура листа такая интересная смотришь вот если всматриваешься близко в структуру листа то он прямо перламутровый наверное у меня сейчас не получится ничего снять наверное не получится вот если не получается ну они просто как знаете как изнутри переливаются все мелкие мелкие блестки ну вот получается что у меня повторялка агавоиде срубра но пока я не буду точно уверена я ее конечно продавать не буду может быть что-то и другое но вот я ее рассматривала со всех сторон и пришла к выводу что это она вяленькая она пока что еще прям сильно вяленькая но очень она мне напоминает мое агавоиде срубра ну ладно поживет тогда увидим так вот это эхиверия виолоцина что-то меня на капустке потянуло я как бы уверена что она будет крупной капустой но очень она мне понравилась вот решила взять поиграться когда наиграюсь может быть продам а может быть и не продам в общем как она себя будет вести если она не будет огромных размеров но будет обещать вырасти большой то наверное все таки я с ней расстанусь ну пока буду играться очень красивая очень кстати у меня есть похожие эхиверия сейчас покажу вот эхиверия дасти розы пыльная роза знаете вот у нее лист намного толще вот сам по себе лист толще то есть два раза листовая пластина толще чем вот у этой розетки но естественные листья разные эти вот с рюшечками по мере роста листьев вот как у всех капуст рюшки с каждым листом становятся все больше и больше то есть она кучерявица уже в более таком зрелом старческом возрасте это не кучерявица вот кто из нее вырастет ращу ее из маханькой примаханькой дохлой детки корейской вот пока что она у меня выглядит так вообще листья должны быть мощные вот отличие вот этой розетки допустим от той же перпл пер по строению розетки у нее листья намного реже чем у перпл пер щас перпл перп покажу вот перпл пер отличается она начиска у меня без корней я недавно тут им всем делала харакири гильотину и все такое в общем я им всем снесла бошки пеньки посадила отдельно а вот головы теперь укореняются они пока что еще все головы без корней ну то есть они будут все три розетки они похожи но все равно они разные сейчас для сравнения еще поставлю вот сюда гости розы вот у нее самые толстые листья из всех троих этих розеток следующая корейская красота это эхиверия пастель леон нежный розовый цвет клювики острые форма листа интересная очень так прям знаете как будто кто-то пальцы намочил и вел 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 по краю листа и так плавненько загнул их классная розетка вообще очень красивая надеюсь что на мамонтом не будет вот здесь они у меня все сидят сейчас в восьмерках следующая красота не знаю как ее зовут даже предположить не могу пока как ее зовут но обалденный кластер так смотрится просто невероятно смотрится такая нежнятинка я еще знаете посадила в горшок который но по цвету отличается вот основа от других горшков вот он более желтый если бы она была в белом горшке то она посмотрелась бы еще эффектней белый бон ярко белый он бы ее оттенял а этот горшок выцвел не знаю почему вот он не отмывается может быть на улице солнце на него палила может быть он он стоял прямо на самом солнцепёке в общем он поменял цвет он в камере не очень хорошо видно а в живую он прям такого желтоватого цвета а это эхиверия просто невероятная я вообще обалдею от этого кластера вот так вот смотрите какая красота какая игра красок нежность такая вообще я прям расплываюсь в улыбке честно честно ну опять вот такой цвет это розетка этот кластер имеет имел под яркими яркими лампами у меня таких ламп нет скоро будет весна надеюсь через месяц мы с ними переедем все на уличные полки но вот солнце к сожалению съедает с многих с многих растений окрас и я думаю что вот этот цвет возможно я и вообще больше никогда не увижу ну она будет классная постараюсь чтобы она была классная ну вот цвет наверное все таки думаю что она вот этот потеряет ну хотя бы просто вот на память сейчас сниму себе все так дальше это вот какой-то волк вольф не знаю второе название в общем не второе название а второе слово к названию какой-то волк одним словом вставлю фотографию растение очень крупное вырастает но ужасно изящное ужасно красивое вот здесь вот несколько голов они пока еще маленькие пусть пока все вместе растут пока меня устраивает вот этот вид как устраивать не будет тогда буду чикать не могу резкости нет приблизить и снять ее поближе не получается ну в общем не получается у меня друзья так издали так это эхиверия даймонд стед многообещающая красавица очень дорогая ну прям краски у нее вот такие классные будет она ярче должна быть она ярче сейчас вот просто она как бы в посылке ехала позеленела вялая вся очень вялая я сегодня пригласила маму говорю мам приди ко мне посмотри какая красота приехала ну она так посмотрела они еще не в горшках были она так посмотрела их взглядом окинула пару штук в руки взяла подержала а потом показывает вот на эту и говорит ох а шо ж она страшна-то у нее листья-то разгладятся я говорю маму ну конечно разгладится сейчас она корни даст она еще без корней без корней я говорю без корней сейчас корни когда даст но не скоро правда через месяц даст корни напьется воды листья эти разгладятся тургор наберут и в общем будет она другого виду уже совсем без корней ну помогай ей бог надеюсь цветочный бог ей поможет и она кстати стволик там знаете молодой поэтому пророчить то что у нее очень быстро появятся корни я даже и не собираюсь потому что из молодых стволов но очень медленно очень редко лезут корни и ствол этот розетка лежит лежит усыхает усыхает и когда основание стебля уже начинает стариться вот только тогда появляются корни поэтому вот этот срез он молодой срез в общем прогноз на нее не скорый надеюсь что пока она даст корни она не сдохнет классная розетка о это вот приехала не знаю неделю она наверное у меня уже живет эта розетка я заказывала две таких розетки розетка очень дорогая вот это прям прям очень дорогая очень очень дорогая заказывала 2 выбирала по фотографиям но девушка мне прислала к сожалению одну вот эту которую я выбрала по фотографии а вторую прислала совершенно не варигатную ну там прям даже видно было на фотографии что она потеряла варигатность и стала похож на рейндропс это вот кстати гибрид рейндропс это гибрид хиверий рейндропс и рейнбоу хиверий объем а это вот мой офигенский рейндропс просто прет как на дрожжах смотрите какие у нее борода вещи жирные это просто что-то с чем-то хорошо ей по ходу так кого я раз про кого я рассказывал ну вот и короче не ту мне розетку девушка прислала совершенно не ту я говорю мне два рейндропса не нужны у меня уже один есть тем более рейндропс он в разы дешевле чем эта розетка говорю поэтому ну в общем мы так с ней полюбовно разошлись я это слал эту розетку обратно она мне переслала за нее деньги так это значит тут детки вот это было в подарок вот этим ко всем растениям ну вот я так понимаю что это граб топиталум мире на и который у меня есть но опять он очень-очень вял и пока еще незаметно не видно до конца кто это в общем как примется как будет видно тогда будет видно это вот а то на этот был один черенок я его по чикала там на каждом между между узле корешки очень похож на крестовник роули но цвет у нее невероятный вообще такой баклажаново-фиолетовый такой яркий вот здесь она в камеру я снимаю намного светлее на а так она темней не знаю под каким углом ее снять ну вообще цвет обалденный друзья вживую все равно все лучше выглядит чем на видео на фото и цвет и вообще внешний вид растений но она намного темней ну да ладно я еще вам хотела вот что показать сейчас возьму кисточку вот смотрите у атон и на каждом между узле и вот здесь где тут еще между узле и вот 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 такое белое пушение напоминает мучнистого червеца прям вот будто на облеплена вся на самом деле это такие микро микро волоски как у анакомпсерокса ну приблизительно так пучок волосяночек на каждом между узле и внешний вид прям устрашающий червец ползет похоже очень похоже опушение такое мелкое им так и хочется взять эти раздавить его так эту не помню как зовут ну растет она прикольно вот такая деточка приехала растет прикольно надеюсь она когда-нибудь у меня примется у нее вот здесь прямо от каждой как у арастахиса появляется вот так вот у нее усики и на усиках розеточки смотрится очень мимишно так это вот тоже приехала сп не знаю как ее зовут но я такое чувство что она напоминает вот эту розетку вот эту очень напоминает но просто растет кластером ну понравилась она мне сильно я с ней не смогла расстаться ну прям очень похож но может быть что-то и другое тоже сп непонятное вырастет подрастет распрямиться будет видно так и вот как в рекламе которая была лет наверно 10-15 назад звезду александ Васильевичу суворову екатерина там призывала звезду дать ему вот эта звезда это звезда из всех вот этих растений ну по стоимости почти звезда вот это звездей вот потом вот это вот ну по интересности конечно она интересная уникальная в общем должна она вырасти какой я вставлю фотку это эхиве гибрид эхиверии сейчас вспомню симуланс она и внешне напоминает симуланс вот так если приглядеться только на листьях у нее бородавки прикольная ну вот бородавки видны вот здесь на этих листьях здесь уже как бы их нет не знаю должны появиться когда-нибудь я думаю появится вот она примется скоро у нас будет свежий воздух солнышко весенние потом летние может быть вот на этих условиях она начнет расти конечно нас сейчас очень очень сморщенная видно вот что каждый листик прям весь морщинках она сжата на самом деле она так покрупнее было когда я ее покупала пока она дошла в посылке нажалась у нас корнями я кстати у все у многих которые с корнями здесь часть корнями часть без корней я у многих обрезала корни прямо где-то на одну треть и вот поэтому они мне сейчас не политые когда они польются это послезавтра где-то я их полью думаю к этому времени уже корешки затянутся ну и все и потом буду ждать результат буду наблюдать за ними ой моя красота прям красота красотенная сейчас покажу еще две розетки даже 33 розетки еще не показал они сюда не влезли это просто сегодняшний привоз и еще один а сейчас еще третью посылку покажу вам но этих лошадок надо снимать по одной две они сюда не влезут потому что они гигантские просто огромные кит огромный то есть код огромный просто страшный кит был маленький домашний вот такой вот маленький домашний afterglow у меня есть afterglow но она у меня что-то очень плохо себя чувствует и плохо начала себя вести и я и снесла башку меня кстати вот одна эхиверия поражена я так думаю что это уже бесполезно ее спасать где шина есть там вон сейчас покажу вам ее если не забуду в конце видео вот какая-то там ее ужасная зараза поразила и ничего ее не спасает и ничего ей не помогает я ее обрабатывала но вредителей на ней нет сто процентов хотя от вредителей я тоже но недели две наверное обрабатывала всю коллекцию назад вот фитоспорин и какой-то там еще и другого вида типа фитобактерин я покупала тоже вот от всяких вот этих вирусов ничего ей не помогает и ничего ее не спасает в общем медленно дохнет и поэтому я думаю что если мой afterglow постигнет такая же неудача ну хотя там нет таких признаков как на на той но все равно в общем я решила подстраховаться потому что очень мне нравится и как бы несмотря на то что она огромная я не хочу расставаться с ней вот и поэтому я себе купила подстраховку вернее не купила я поменялась с девушкой мы с ней на равносильную сумму взяли друг у друга растение и отослали так это afterglow было так а это вот знаете друзья все хочу снять видео суккуленты мои суккуленты с историей вот у этой точно будет история история у нее уникальная ну для меня по крайней мере однажды летом однажды летом приехала посылка из кореи была ужасная жара посылка была в пути не знаю сколько дней я уже не помню но где-то около наверное 25 дней может быть 30 дней и приехали такие сопельки потягушки что на них просто было страшно глядеть и что даже многие были вообще изуродованы до неузнаваемости я к сожалению фоток у меня нет но постараюсь найти видео свое где вот я показывал этих потягушек и сделать скрины сюда вставить ну так хотя бы пусть будет мутно но как бы все равно что представление иметь и вот приехал кластер вот таких вот червяков и хеверия white розы их было наверно штук семь может быть восемь я одну по-любому хотела оставить себе но как у меня всегда это бывает когда наплыв покупателей когда вот привозы я не успеваю зачеркивать то что у меня есть в общем так приблизительно в памяти держу что должно вот их быть столько как бы вот это продала эту продала еще столько осталось ну и в общем короче я просчиталась и продала свою white розу очень и очень жалела вот и потом я смотрю вот у девушки вот это white розы я говорю это что за эшка ну не помню точно какой на сцене диалог был но приблизительно такой она мне говорит это white розы твоя то помнишь из червяков я говорю что из червяков вот такая вымахала огромная надо это твоя из червяков white розы в общем короче я себе купила white розы но уже не червяка достаточно такого громадного товарища похожа на на after glow только оттенок у нее другой но вот при уличном содержании она совершенно другая ну по крайней мере по фоткам у меня никогда не было такого растения я не могу сказать точно будет ли она такой как вот на фото но все равно очень интересная розетка изящная ну вот я думаю ехи для красоты не хватает просто яркого яркого мощного цвета света когда на нее будет попадать солнышко большом количестве я думаю что внешний вид ее изменится и еще одно растение это и у него сам берст крестатный но что-то он у меня вот пожил наверное пару дней и начали сохнуть кончики очень начали сохнуть завтра обработаю я его хотел искать бифидобактерином фитоспорином на всякий случай для профилактики вот ну и будем ждать результат хороший или плохой ли ну какой-нибудь будем ждать ну вот друзья наверное вас интересует вопрос сколько стоит сие растения потому что всегда интересует цена но меня тоже цена интересует ну я вам всех не буду перечислять я вам скажу самую дорогую и в общем 33 лидера я вам назову то есть от большего к меньшей вот это номер один четыре с половиной тысячи на стоит вот это номер два то ли две пятьсот то ли две четыреста не помню точно вот этот хвостик не помню и вот этот три полторы ровно все эти уже так вот поменьше поменьше вот это тоже дорогая вот это пастель и он ой ну вот и все друзья а обещала показать вам эхиверию который у меня погибает очень мне и жалко на ужасно красивый эхиверия сабсисилис смотрите что творится это сто процентов какой-то вирус это них не фитофтороз вот листья начинают чернеть середина с конца вот посередине лист почернел с конца и еще к центру розетки вот центр розетки там тоже поражен в общем короче наверное хана этой эхиверии ствол у нее хороший башку ей наверное снесу и просто-напросто наверное как не жалко я ее просто наверное выкину но еще замочу раз ее пробрызгаю если не остановлю третьим препаратом то башку я эту выкину потому что неизвестно какого происхождения этот вирус и лучше расстаться с одной чем потом расстаться с всей коллекцией вот к сожалению приходится идти на такие вот меры жесткие но ничего не поделаешь я не знаю что с ней потому что я про кактусы однажды читала что кактусы болеют раком я думаю что есть какие-то неизлечимые заболевания но вот в том числе и вируса для растений они не изучены и некоторые вирусы совершенно не поддаются лечению то есть препаратов нет ни антибиотики не какие-то там фунгициды ничего не помогает поэтому приходится приходится печалька конечно большая печалька причем ствол нормальный ствол не гнилой мощный ствол я вообще хотел ее растить на ножке вот получилось что получилось и не знаю даже в чем дело но знаете вот она стоит у меня в зале на полке рядом стоящие с ней вот ни одна не заразилась она уже у меня давно болеет вот одна она ну месяца полтора наверное точно то есть вот такого я за другими рядом стоящими не замечала только за ней что с ней случилось вот первый раз у меня такой сапсисилис я вообще считала что сапсисилис она очень и очень неприхотливая ей все по барабану оказывается вот видите появляется молодой лист и он поражается вот здесь поражение вот на вот на маленьких тоже уже заметно смотрите маханька и вот чернота это тоже поражение печалька убитно досадно но ничего у меня есть детки буду растить из деток там у меня и крупненькая розеточка есть могу ее пересадить вот ну попробую последний раз побороться за ее жизнь если не получится то просто выкину вместе с вот этими листьями ну вот наверное все друзья что у меня что я вам сегодня хотела показать да еще три секунды про грунт вот смотрите вот грунт я купила кошачий наполнитель лампе он состоит из диатомитовой глины которая очень пористая очень легкая не знаю как она будет в грунте но вот по структуре и вообще по качеству и по внешнему виду на вкус не пробовала она очень напоминает кремневит добавление кремневита в растение но очень положительный эффект имеет растение жиреют от кремневита и я думаю что вот этот наполнитель моим вот этим новобранцам очень понравится дешево и сердито ну вот друзья все это был обзор быстро не умею быстро у меня не получается всем спасибо за просмотр а еще хотела вам сказать что скоро приедет италия едет огромная посылка но по моим меркам огромная посылка и там очень-очень много вкусностей и не буду сейчас говорить какие потому что сейчас меня многие начнут заваливать в личку бронь 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 брони не делаю сейчас вот на на италию потому что но это как бы еще синица в руках то есть она не приехала я даже не знаю в каком виде приедут растения может быть они там где-то застрянут на какой-то таможне и вообще замерзнут может быть еще там что с ними что случится в общем пока растений нет пока они у меня не в руках о броне речи никакой не может быть но вкусностей очень будет много не знаю сказать или не сказать что будет наверное не скажу пусть будет сюрприз все друзья всем спасибо за просмотр всем здоровья добра пока пока